Всем привет! С вами Прия. Сегодня найдено все-таки место по фарму осколков пустоты. Так что, если у вас есть желание, то можете не закрывать этот видосик и посидеть, послушать по поводу этого, если оно вам интересно. Итак, как уже обговаривалось ранее, осколки пустоты могут тратиться на покупку каких-либо предметов для вашего персонажа с целью его экипировки. Так что, аксессуары, реликвии, прочие вещи, аксессуары, которые могут прокнуть как нестабильный черодений кристалл, который падает из джима, да, на то есть пруха, на то есть подтверждение. В одном из недавних прошлых видео это было рассмотрено. Итак, суть фарма. Мы заходим в какую-либо заранее собранную группу, которая фармит на именно этих мурлоках, которые, по-моему, являются именно сегодня локальным заданием. Так что, как вариант, завтра эти мобы могут пропасть или порежут этот фарм. Так что, не поленитесь и после какого-либо своего рейда или чуть-чуть перед сном, пофармите эти осколки. Оно того стоит. Итак, место находится здесь, рядом с нашим лагерем, по координатам 38-59. Суть, просто быстренько тапуемся между мобами, агрим их, сводим в кучу и аоешем. В принципе, это весьма неплохо. То есть, 5000 осколков фармим, покупаем себе аксессуар и надеемся на то, что нам прокмит нестабильный черодений кристалл. Все очень просто. А там уже все зависит от вашего везения. То есть, периодически, конечно, бывает такое, что тут и орда обитает, и поэтому вам придется, мягко говоря, отбить эту точку. Мне, как протвару с опытом фарма в Пандарии, это делать было весьма просто. Быстренько тапаясь между мобами и закидывая гереческий бросок, это не составило мне труда. Да, они ругались, да, они писали ГТФО, расшифровку я давать не буду, там, ругательство все-таки как-никак. А я, вроде как, на ютубе и не ругаюсь. Скромняшка, так сказать. Вот. Рано или поздно они все-таки сдали свои позиции, и теперь мы стоим спокойно относительно на фрифарме, фармимся, и нам по кайфу. Да, у меня, конечно, была задумка покупать реликвии за 5000 осколков пустоты, но потом я подумал, да, типа, минимальный эквип этих реликвий 808 с максимальной 925, но стоит ли оно того? Потому что есть такие особенности артефакта, которые вообще не хочется протвару брать, типа, допустим, максимальной ярости или снижение КД на гереческий прыжок, типа, ну, ни к чему это дело. Вот, так что, такие вот планы, такое вот место по фарму. Ну, так, если есть желание, я говорю вам еще раз, не ленитесь и пофармите это дело. Еще раз покажу место на карте, вот оно. При желании пришли, пофармили. Обязательно делайте это в заранее собранной группе. В пятером фармить намного легче. Кстати, аксессуар. Но с этого аксессуара не упадет кристалл, конечно. Тут обычные падают вещички, типа, аналог цепей. Или, там, глаза карма, или, там, слизи в бутылке. Ну, Тринекс, испытание доблести. Вы поняли, короче, да? Не глупые, знаете все абсолютно игровые моменты, даже получше меня. Ладно, всех вам благ, удачи на фарме. Чтобы никто вам не мешал фармиться. И чтобы вам прокнул максимальный чернодейный кристалл, если вы надумаете его покупать как аксессуар, как награду за эти осколки пустоты. До скорого! Продолжение следует...